Роман Киричук И этот выпуск будет посвящен ударам с оттяжкой Хорошее владение оттяжкой позволяет нам как безопасно забивать биток, так и отличным образом контролировать позицию на столе Именно поэтому этот удар обязательно должен быть в арсенале любого бильярдиста Техника оттяжки Московской пирамиды имеет ряд особенностей Во-первых, нам важно хорошо контролировать траекторию движения битка, чтобы шар не просто оттягивался, а двигался именно в нужном нам направлении Во-вторых, нам важно хорошо контролировать силу удара, чтобы шар останавливался там, где нам нужно И в-третьих, в Московской пирамиде нам часто приходится выполнять удары из неудобных положений, связанных чаще всего с бортами И крайне важно, чтобы это как можно меньше сказывалось на качестве выполняемых нами ударов Мы начнем с достаточно распространенной позиции, в которой любому игроку, конечно, захочется сыграть шар в лузу Правильная техника удара будет связана с анализом положения шаров относительно друг друга и относительно бортов В нашей позиции шары стоят достаточно близко друг к другу, поэтому нам не нужен будет длинный удар Даже на коротком ударе битку хватит скорости, чтобы дойти до луза Поскольку нам нужна прямая оттяжка, нам нужно проконтролировать не только ровный удар в шар, но и ровное движение кия назад И поскольку шар стоит достаточно близко к бортам, нам не нужно пытаться делать как можно более горизонтальный удар Мы смело можем использовать удобный наклон кия и не бояться массе Итак, мы удобно ставим руку и контролируем движение кия назад на коротком ударе Если расстояние между шарами будет больше, коротким ударом нам уже не обойтись Теперь нам нужен длинный удар и теперь мы контролируем только движение кия вперед Мы стараемся как можно ровнее ударить и как можно лучше удержать шар на наклейке В нашей следующей позиции шары стоят под острым углом по отношению к угловой лузе Такой шар можно забить двумя способами После удара у нас биток может либо двигаться по прямой линии, либо двигаться с небольшой дугой Нужно понимать, что если мы играем центральный нижний винт без боковиков, биток всегда будет двигаться по дуге Поэтому для того, чтобы сыграть шар, мы будем сразу закладываться на эту дугу И будем целиться чуть-чуть тоньше, чем хотелось бы Выполнить удар с оттяжкой можно даже, когда биток у нас стоит плотно у борта Чем ближе биток стоит к борту, тем более вертикально нужно поднимать кий для выполнения этого удара Подобные удары сложны не только самой техникой, но и сложностью прицеливания Ведь когда мы бьем вертикальным кием, сложно понимать, куда у нас направлен будет шар Здесь существует маленькая хитрость Для выполнения этого удара я сначала ставлю руку в нужном направлении и кием над шаром выбираю линию удара А после этого, не отпуская пальцев, просто поднимаю вертикальный кий и делаю удар В предыдущих позициях мы с вами рассматривали только движение битка Однако хорошая позиционная игра связана не только с контролем битка, но и с контролем прицельного шара Если мы будем концентрироваться только на сыгрывании битка, то мы не можем быть застрахованы от того, что прицельный шар после удара останется в одной из опасных зон Подобные удары нам выполнять не страшно, либо если мы понимаем, что опасная зона замазана группой шаров Либо если мы видим, что прицельный шар в любом случае падет в другие шары и за счет этого погасит свою скорость Хорошим показателем техники игрока является умение выполнять оттяжку на как можно более тихом ударе Поэтому также безопасным вариантом будет просто выполнить удар очень тихо, так чтобы прицельный шар остался в безопасной зоне Для выполнения оттяжки на таком тихом ударе нам нужно минимально использовать замах Поэтому удар выполняется практически одной кистью и как можно более мягко В следующей позиции шари ставят таким образом, что прицельный шар идет в короткий борт В такой позиции, как бы тихо мы не били, прицельный шар все равно вернется на эту половину И мы не застрахованы от того, что он останется в одной из опасных зон Сделать безопасный удар мы сможем, если мы будем специально играть удар намного сильнее, чем хочется Так что прицельный шар, ударившись с два коротких борта, ушел на противоположную сторону стола Но для такого сильного удара нам важно не переборщить с оттяжкой Поэтому мы будем делать удар практически без нижнего винта Давайте посмотрим Нередко шары стоят таким образом, что при выполнении оттяжки прицельный шар навешивается дуплетом в среднюю лузу Но на таких ударах есть опасность, что прицельный шар, если он не упадет, будет двигаться между средними лузами и останется где-то на игре Для того, чтобы сделать этот удар более безопасным, нам нужно, во-первых, выбирать силу удара, чтобы прицельный шар не остался у средней лузы То есть бить чуть-чуть сильнее, чтобы он ушел на другую сторону Во-вторых, нам важно научиться попадать немножко в недолет, в район ближней губы Потому что если мы попадем в дальнюю губу, то от нее прицельный шар может отскочить как в район средней лузы, так и в район угловой лузы Также на этих ударах мы можем использовать небольшие боковые винты Ведь на движение битка они практически не повлияют, а вот прицельный шар будет либо заужаться, либо расширяться от борта В последней позиции мы с вами рассмотрим технику оттяжки вдоль борта Забить такой шар на центральном нижнем винте практически невозможно Чтобы забить биток вдоль борта, нам нужен будет сильный правый винт, чтобы шар упал от губы Этот удар можно выполнить как на длинном ударе, так и на коротком Но проще делать удар коротко, потому что на длинном ударе шар будет делать дугу Итак, сильный удар, сильный правый винт На этом на сегодня все Совершенствуйте технику оттяжки и оттягивайтесь по полной С вами был Роман Киричук, до новых встреч!